В Германии была разработана такая экономическая модель, которая в значительной степени основывалась на зависимости от дешёвого российского газа. И, следовательно, на зависимости от президента, который игнорирует международное право, для которого либеральная демократия и её ценности объявлены врагами. Эта модель потерпела неудачу, и она больше не вернётся. В понедельник, 15 августа, немецкое правительство объявило населению Германии о введении экстраординарной экономической меры. «Газумлага» — новое слово, в том числе и для самих немцев. «Газумлага» — это наценка на газ. Вводимая наценка на газ должна перенести части издержек, которые возникли у крупных энергетических компаний, на конечных потребителей. Издержки возникли из-за того, что российский «Газпром» в нарушении долгосрочных контрактов резко сократил поставки газа в Германию, начиная с середины июня. И немецким энергокомпаниям для выполнения своих обязательств перед клиентами теперь приходится докупать недостающий газ на спотовом рынке, по гораздо более высоким ценам. В результате крупнейшие системы, образующие энергокомпании страны, оказались под угрозой разорения. «Мы должны спасать компании, которые попали в затруднительное положение. Должны делать это для спасения нашей экономики. Тот факт, что мы, или в данном случае компания-оператор газовой сети ФРГ, вынуждена сегодня объявить о введении дополнительной платы за потребление газа, связан с тем фактом, что президент России произвольно прервал поставки газа в рамках экономического и политического конфликта». Таким образом, правительство Германии разрешило энергокомпаниям брать с конечных потребителей больше денег, чем оговорено в контрактах. С 1 октября наценка для всех потребителей газа в Германии составит около 2,5 центов за киловатт-час. В годовом перерасчете средняя немецкая семья из четырех человек будет платить за газ в среднем примерно на 500 евро больше. Насколько это на самом деле большая сумма для обычного гражданина Германии. Экономический обозреватель ДВ Андрей Гурков считает, что для большей части населения страны газовая наценка не будет представлять проблемы. «Проблема будет не для среднего класса, и уж тем более не для состоятельных жителей Германии, сколько для малообеспеченных. Есть, безусловно, семьи или в том числе и домохозяйства, состоящие из одного человека, для которых вот эти вот дополнительные 20-30 евро в месяц – это серьезный расход. Но это та часть жителей Германии, которым государство может и должно, безусловно, помочь. Если уж говорить о нагрузке на Германию, то основная нагрузка ляжет все-таки на индустрию. И тут есть тоже приблизительные первые подсчеты. Бумажная фабрика, то есть фабрика целлулоза бумажная, ей придется платить в год 4 миллиона, а химической индустрии придется платить 3 миллиарда в год. Это уже очень серьезная сумма». Но и промышленность также в состоянии справится с увеличением расходов на газ. Например, за счет большего использования других источников энергии – нефти или угля. Напомним, что все расчеты пока приблизительны. На сумму наценки должен еще начисляться налог на добавленную стоимость, который может составлять до 19% от суммы. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер уже направил в Еврокомиссию письмо с просьбой в данном случае сделать исключение из правил ЕС и не облагать налогом газовую наценку. И даже если исключения сделано не будет, государство поддержит тех, кто наиболее пострадает от подорожания энергии. Им компенсируют сумму наценки. «Все меры имеют свою цену. Это бесспорно. Все меры имеют последствия. Иногда это проверка на прочность. Но они ведут к тому, что мы становимся менее восприимчивыми к шантажу и можем независимо от России решать вопросы нашего энергообеспечения. Как результат, мы можем независимо действовать во внешней политике и политике нашей безопасности». Эксперты считают, что несмотря на текущие сложности в энергоснабжении, в долгосрочной перспективе Германия только выиграет от сегодняшних решений. «Мы увидим в ближайшие месяцы и уж тем более в ближайшие годы широкомасштабную переориентацию всей немецкой экономики, не только энергетики, но и энергоинтенсивных производств от ископаемых энергоносителей на возобновляемые энергоносители. Потому что тот шок от запредельных газовых цен и очень высоких нефтяных цен и весьма высоких угольных цен показывает, что полагаться на поставщиков этих ископаемых энергоносителей, прежде всего на Россию, нельзя». Наценка на газ пока не вызвала острой критики у оппозиции. В то же время компании, которые не закупали газ у России, уже заявили, что предложенную наценку использовать не будут. Для их потребителей цены пока останутся без изменений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...